ПЕСНЯ Ямайка, и в Карибском море есть такой остров, английская земля Гранд Кауман. Как они считают, что это какое-то чудо света. На этой земле не растет ни трава, ни птицы не летают. Ну, в общем, ничего нет живого, кроме скал обрывистых. И между этими небольшими скалами залита тухлая какая-то вода. Дьявольское место, чертовое место иными словами. Называют это место. И, значит, около этого места было изображение этого Рогатова. Для меня это был как, ну, какой-то такой сказочный персонаж. Мы на Новый год наряжали детей. Такие наряды. Ну, я подошла, не осознавая, что это очень серьезно, обняла эту вражину. Муж сделал фотографию. Когда мы вернулись с этого круиза, буквально где-то через год, мне снится, это даже не сон, это просто голос. Какой-то голос. Стань и отрежь его. Такой вот повелительный голос. Стань и отрежь его. Стань и отрежь его. Я, значит, встала. Достала эту фотографию. Нашла эту фотографию. И голос все повторял. И отрежь его, и отрежь его, и отрежь его. В этот момент мне было жутко страшно. Я разбудила своих детей. Говорю, сидите, чтобы, ну, какое-то живое, что-то было живое рядом. Потому что ужасно было страшно. И негатив, и негатив, и негатив. Но самое удивительное, что без всякого труда был найден этот негатив, среди кучи, кучи негативов. Значит, нашла этот негатив. А голос прям диктует. И не порежь себя. Отрежь его. И не порежь себя. И не порежь себя. И не порежь себя. Ну, я, значит, отрезала. На фотографии его от себя. На негативе тоже его от себя. Вот это получилось. У меня вот этот вырез. Точно, как я была приложена к этой нечистоте. Значит, и голос диктует мне. И сожги их, и сожги их, и сожги их. Ну, я взяла, сожгла их. И самое удивительное, это то, что вырезано точно так же, как было на фотографии. А сейчас я вам покажу то, что я подарила. Вот вроде бы это необдуманный такой мой поступок. Я не знала этого. Если бы я знала, этого не случилось. Я подарила полу лица. И все свое здоровье врагу. Когда она узнала, что у нее саркома и что смерть неизбежна, с Надей была истерика, она тогда буквально уцепилась за меня. Сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь. Теперь у меня есть все. Я хочу жить. Почему жизнь уходит, когда я всего достигла? И вместе с тем страстное желание узнать истину в ней было. Через Библию она поняла, что на этом жизнь не кончается. Жизнь продолжается. Даже если и настигнет смерть, он вознесется к Богу. И такое осязание бесконечности и счастья породило в Наде то, что нет страха смерти. Врачи сказали, что жизнь осталась от месяца до одного года. Надя тут же раздала все свои вещи, подарила дачу, продала машину, гараж. И на все эти деньги она пустилась в паломничество по монастырям. Субтитры создавал DimaTorzok Надя объездила множество монастырей в России. И, конечно, она часто бывала в Новом Валааме, Финляндии. Однажды Таня позвонила и сказала, приезжай скорее. Надо снять Надю, пока она еще жива. Она хотела исцелиться. Она ждала исцеления. И каждый раз после поездки из монастырей она приезжала полной энергии, полной жизнерадостной, полной надежды на абсолютное выздоровление. Врачи дали мне жить месяц, от месяца до года. Я уже сказала тебе, господи, четвертый год что-то живу. Господи, четвертый год живу. Буквально недавно ездили в больницу к врачам. Ну, документы мои в архиве, потому что они... И врачи говорят, вы знаете, вы год назад хуже выглядели, чем сейчас. А чем вы, говорит, лечитесь? Я по-фински говорю, святой водой, святым маслом, святым хлебом, говорю. И по монастырям езжу. Я говорю, слава Богу. Затем самое интересное, что происходило, это когда мне в Вивари 18 литров химиотерапии мне сделали. Это потому что вот этот вицеакома, какой у меня он... Ну, какой-то сильный, как врачи по-фински говорят, это сильный с ним бороться надо очень усиленно. Но мне, слава Богу, русские друзья полный рахик возили святой воды. Мне вливают химию, а я тут же литрами пью эту святую воду. Врачи в шоке, они ничего не могут понять. При таких ситуациях гемоглобин должен падать, у меня поднимается до 137 гемоглобин. Ну, чудес, конечно, было море. И с этой химией, ни химия не помогла, ничего. Я сейчас вот понимаю, что только Господь Бог нам помогает. А вот эти раковые заболевания, так они душевные заболевания. Это к Богу прийти, очиститься, и Бог... Единственное, кто вылечит это заболевание, Господь Бог. Мы явились свидетелем чуда. Это было абсолютно явно. Я давно уже шла к православию. Я читала цветник духовный. Меня восхищала и глубоко трогала глубина мысли, заложенной в цветнике духовном, в писании святых отцов. Это было так созвучно своими глубинными чувствами. То есть я медленно, медленно, наверное, подходила к православию. А это еще и ускорило мой приход. Я ушла от свидетелей Егова. Я поняла, что у них нет самого главного. У них нет благодати, нет благоговения, нет покаяния, нет любви. Они строят Вавилонскую башню. Я пришла в храм православный в день Фомы Неверующего. И священник, который меня крестил, сказал, наверное, Фома Неверующий будет твоим покровителем. Я приняла православие. Крестилась в Духовной Академии города Санкт-Петербурга. С тех пор я православная. Это Господь Бог нам, неверующим дуракам, раскрывает глаза. Но понемногу, потихоньку. Через Библию, через страдания, через болезни. И сейчас я вот свою болезнь уже не воспринимаю как, знаете, какой-то ужас. А воспринимаю как благодать в ужасе. Слава тебе, Господи, что ты мне послал мою болезнь. И я... А болезнь, она же как вот, она сковывает. Уже на многие грехи ты не способен. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так русским болящим, которые в России болеют, Господи, у них такие лекари, такие батюшки там, такие храмы. Да, прежде всего, вылечить душу, а потом уже физическая боль-то, она и не существует. Самое страшное, это душевная боль. Здесь у Ксении Блаженной она стал...